Театр Помпея был построен в 55 году до н.э. Сейчас дома стоят прямо на месте трибун. Давайте подробно рассмотрим, где он находился и что от него осталось. Гней Помпей Великий, в честь которого был назван театр, это древнеримский государственный деятель и полководец, консул Римской Республики. Театр Помпея был первый в Риме построенный театр, который так и остался самым большим во всем городе. Римляне той поры к идее театра относились настороженно, для них это был центр разврата, новомодное греческое развлечение. Чтобы отвести от себя подозрения в распущенности, Помпей совместил театр с храмом Венеры-победительницы, так, чтобы сидения театра одновременно служили и ступенями храма. Позже был построен театр Марцелла, который мы называем сегодня старшим братом Колизея. Он находится рядом с театром Помпея и достаточно хорошо уцелел. Кстати, его строительство начал Юлий Цезарь, а закончил император Октавиан Август. Но уже при строительстве театра Марцелла его не маскировали под храм. Так что театр Помпея – это единственный театр с храмом. Сегодня выше уровня земли никаких следов театра не видно. В подвалах ближайших домов их, наоборот, очень много. Целый квартал возвели на фундаменте зрительного зала и сцены. Например, своды и стены можно увидеть в ресторанах Констанца и Панкрацио. А изгиб трибун до сих пор хорошо виден в контуре улиц и площадей, между церковью Санта Андреа дель Левалле и Кампо де Фиори, а также в фасаде дворца Орсини Пио. Это палаццо, Палаццо Орсини Пио Ригетти, было построено приблизительно в 1450 году сверху руин храма Венеры. В XVII веке фасад был перепроектирован. Сейчас в барочном здании мы можем рассмотреть остатки от храма Венеры. Это вид со стороны рынка. В истории об этом театре упоминается до V века. К его перестройке прикладывали руку императоры Август, Тиберий, Нерон, а в V веке он пострадал от землетрясения. Театр Помпея был первым римским театром, построенным из камня. Это был не просто театр, это был целый комплекс, состоящий из театра, многочисленных аллей и фонтанов. А за прекрасным садом на противоположной стороне от театра находилась большая курия для собрания Сената. Ее украшала статуя Помпея. По случаю открытия театра были устроены грандиозные игры. Посвящение театра проходило в большом цирке и длилось пять дней. Помпей блеснул своим богатством. Был устроен бой атлетов и гладиаторов, происходила различная охота на зверей, при этом было затравлено 500 львов, 18 слонов и очень много пантер. Это событие, видимо, проходило в сентябре, в день рождения Помпея. Именно в этом году Помпей был избран консулом во второй раз. Полукруглый фасад театра был сделан из блоков травертина. Интерьер театра был роскошный. Он был украшен мрамором и стуком. А также внутри театра находились разнообразные скульптуры. Вот, например, статуя Геракла из позолоченной бронзы. Ее высота 3 метра 85 сантиметров. Те, кто бывал в музеях Ватикана, уверены, что помнят ее. Так вот теперь вы знаете, что она раньше украшала театр Помпея. Позолоченная бронзовая статуя была найдена в 1864 году во дворике Палаццо Пиерри Гетти. Именно во дворике Палаццо, на котором мы сейчас видим остатки храма. И вскоре после того, как ее нашли, она была подарена Папе Пию IX. Когда скульптуру нашли, она лежала горизонтально внутри ямы, покрытая травертиновой плитой, на которой были выгравированы три буквы. Они означали, что Геракл был поражен молнией. И римляне произвели ритуальное захоронение вместе с останками ягненка. Вот так скульптура дошла до наших дней. На этой картинке хорошо видно. Буква А – театр Помпея. Бип – часть комплекса, где находились аллеи, фонтаны и колоннады. Потом идет Курия Помпея, храмы. До наших дней сохранилась только небольшая часть храмов. Но на этой территории до сих пор ведутся раскопки. А обнаружили храмы лишь в XIX веке. После строительства моста Гарибальди начали прокладывать улицу Аренула. Сносили дома и под домами обнаружили остатки от храмов. Сразу же по указанию Муссолини были начаты археологические раскопки. Во время раскопок были найдены огромные мраморные статуи, которые сейчас хранятся в капиталистских музеях. Еще один интересный факт. Когда начались раскопки, на поверхность выбрались множество крыс и мышей, которые стали заполнять все соседние площади и кварталы. Городские власти нашли простой и дешевый способ борьбы с грызунами. По городу были собраны бездомные кошки и привезены на место раскопок. Так кошки и живут здесь до сих пор. Сейчас здесь находится приют кошек, где их кормят, лечат и кастрируют. Они свободно перемещаются по территории раскопок и лениво греются на солнышке. Именно здесь 15 марта 44 года до нашей эры был убит Юлий Цезарь. Убийство Юлия Цезаря было результатом заговора группы сенатов. Заговорщики хотели свергнуть Юлия Цезаря, который в период гражданской войны превратился из военачальника в повелителя Рима. Юлий Цезарь получил 23 колотые раны, из которых одна была опасной, а другая оказалась смертельной. Пал и умер у подножья статуи Помпея. Заговорщики хотели выбросить тело Цезаря в Тиборь, но этого не произошло. А кровавленное тело 56-летнего полководца домой несли три его раба. На форуме на месте сожжения тела Юлия Цезаря до сих пор возлагают цветы. Спустя несколько лет после убийства Цезаря, по приказу Октавиана Августа, Курия Помпея была замурована, как проклятое место, и сделали там общественный туалет, остатки которого можно разглядеть и сейчас. Археологи, проводившие раскопки натуры Аргентина в 2012 году, подтвердили тот факт, что Цезарь был убит заговорщиками в центре нижней части Курии Помпея, когда сидел в кресле председателя Сената. Археологам удалось найти цементную плиту, которая была установлена на месте гибели Цезаря по приказу Августа. Но и сегодня мы можем видеть небольшой фрагмент стены здания, в котором разыгралась одна из самых знаменитых римских трагедий. Сейчас мы находимся на площади Святого Петра. Сразу объясню, какая связь между площадью Святого Петра и Цезарем. Очень часто задают вопрос, а правда ли, что на обелиске Ватикана в Золотом шаре находился прах Юлия Цезаря? Чтобы ответить на этот вопрос, расскажу немного о самом обелиске. На месте, где сейчас находится собор и площадь Святого Петра, раньше был цирк Каллигулы, а потом Нерона. А в центре этого цирка находился обелиск, который Каллигула привез из Египта. Сначала он стоял в цирке. Потом, когда Нерон обвинил в пожаре 64 года христиан и после мученической смерти христиан и Святого Петра, на кладбище рядом с цирком была построена первая базилика Константина в честь Святого Петра. Обелиск продолжал стоять на этом месте, но немного в стороне от базилики, не так, как мы сейчас видим его в центре площади перед центральным входом. Базилика Константина была построена в 318 году и простояла она почти 1200 лет. Конечно, был период изоброшенности. В 1506 году Папа Юлий II поручил Браманте спроектировать новую базилику, ту самую, которую мы сейчас видим. Высота обелиска из красного гранита 25 метров, а с основанием 40 метров. Как я уже говорила, первоначально обелиск стоял чуть в стороне, с левой стороны от базилики. Там до сих пор есть отметка, где стоял обелиск. В 1686 году по воле Папы Сикста V изобретательному Доминика Фонтана было поручено перенести обелиск в центр площади. Для этой деликатной работы потребовалось 40 лебедок, 40 лошадей и 900 человек. Было потрачено 40 тысяч скудов. Понадобилось 4 месяца, чтобы перенести огромный обелиск. Все подходы к площади заблокировали. Любопытной толпе запрещалось издавать какие-либо звуки под страхом смертной казни. Распоряжения отдавались при помощи рупора, барабанов и сигнальных флажков. Аккуратно и медленно поднимали обелиск. Чуть неправильное движение грозило падением обелиска. В ответственный момент подъема веревки стали рваться. Все замерли в ужасе и гробовой тишине. И в этот момент в нарушение запрета раздался голос из толпы. «Воду на канаты!» Это был капитан корабля Бреско из Сан-Рэма. Он отлично знал из своего опыта, что когда канаты намокают, они растягиваются. Таким образом, подъем был совершен, а капитана вызвали к папе. Папа похвалил капитана и спросил, чем бы он мог отблагодарить его. В ответ капитан попросил разрешения привозить в Ватикан ветки пальм в пальмовое воскресенье. Это воскресенье перед Пасхой. В России это вербное воскресенье. Считается, что потомки капитана привозят пальмовые ветки в Ватикан и до сих пор. Наверху обелиска находится золотой шар, в котором, как многие думали, был прах Цезаря. Когда переносили обелиск, шар был снят, и было объявлено, что внутри ничего нет. В те времена, когда паломники посещали святые места, все они совершали паломничество к обелиску и праху Цезаря. Сейчас этот шар находится в Капитолийских музеях, а на его место был поставлен крест, внутри которого находится кусочек креста, на котором был распят Христос. Обелиск на площади Святого Петра является вторым по высоте после Латеранского обелиска. И он единственный обелиск, который не был поврежден за все это время. А я на этом буду заканчивать свой рассказ. Но не спешите выключать видео, досмотрите его до конца. Окунитесь в атмосферу вечного города до карантина. До новых видео, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok